Тревогой наполнены сердца сотен миллионов людей. И эта тревога вызвана по причине происходящего сегодня в мире. Я реально помню то, как, размышляя об эпидемии, через которую проходил весь мир, Господь как-то постоянно указывал мне и посылал меня в книгу Откровения в 11 главу. И в 14 стихе там написано «Второе горе прошло». Вот идет скоро «Третье горе», там вот точно так написано. Понимая то, что «Второе горе», то есть пандемия скоро пройдет, я как-то неоднократно делился об этом со своими друзьями, рассуждая о том, что бы это значило было. Почему Господь говорил об окончании «Второго горя» и указывал на то, что «Третье горе» идет очень скоро. Как-то доверившись этому вразумлению, я был готов к тому, что следующая мировая трагедия будет, как мы говорим, будет следовать не за горами. И только тогда, дорогие мои, когда мы встретились с вами 24 февраля этого текущего года, я уразумел, о каком горе шла речь. Почему апостол Иоанн, говоря о горе, говорил, ссылаясь конкретно об этом горе. Дальше описывается то, как Небесная Церковь славословит Бога за Его Второе пришествие, явление за Церковью. Однако, друзья мои, явление Царства Иисуса Христа будет радостью только для любящих Его и ожидающих Его. Те, которые ненавидят Его, написано, они взбунтуются, восстанут против Него, чем и навлекут на себя великое горе и погибель. Об этом говорится далее, там же, в Откровении 11 главе. Погубившие землю будут погублены праведным Божьим судом. И не успев завершиться болезнь или глобальная эпидемия под названием COVID-19, весь мир захлестнула очередная шокирующая действительность. Современный Каин восстал на современного Авеля. Брат восстал на брата. И под покровом ночи совершил свое злодеяние. Были, кстати, неоднократные предупреждения современному Каину точно таким образом, как далекому ветхозаветнему Каину, которая гласила, «Если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, но он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». В Бытие написано в 4 главе. Слова Господа, размышляя над трагедией в семье первых людей, сотворенных Богом, я вижу параллель с тем, что происходит сегодня с современным Каином. На протяжении многих лет Бог различными способами предупреждал Каина, Каина наших дней, остановиться в своих зловещих планах. И большая трагедия всех живущих сегодня. К сожалению, все оказалось безуспешно. Грех Каина лежал у дверей. И он, будучи обуреваем этим грехом и ослеплен ненавистью к своим соседям, напал на своего брата. Но есть большая разница между этими двумя Каинами. В первом случае погиб один Авель. Но в настоящее время, дорогими, ежедневно гибнут сотни и тысячи Авелей. включая маленьких детей. На наших глазах завершается уничтожение целой нации. Масштаб войны во втором случае, а также количество убиенных, не поддаются никакому сравнению, никакому оправданию. Нанесенный ущерб, как материальный, так же и душевный, просто огромен. Миллионы беженцев, убегая от современного Каина, в основном это женщины и дети, устремились в Европу, спасая свои жизни. Какая же задача, поставленная самим Господом в данной ситуации для нас? Это именно то, дорогие мои, что мы и вы также делаем в наших с вами молитвенных ходатайствах за людей, которые попали в ужасную трагедию и катастрофу этой войны. Написано, и он положил курение и заступил народ. Стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. В числах, в 16 главе написано. Мы делаем с вами то, что в свое время делал Моисей, заступаясь за свой израильский народ. Ветхозаветное курение Моисея это новозаветная с вами молитва нашему Господу. Давайте будем не ослабевать в своем усердии стоять в проломе за народ. Будьте благословенны!